Аль-Хадис Алифа Ас-Саба'ун, говорит 73-й хадис книги. А Наби Гурейрата, радия Аллаху Ану, а не Наби, салаллаху алисаляма, аль, приходит от Абу Гурейра о том, что Пророк, салаллаху алисаляма, сказал, «Имам сделан лишь для того, чтобы за ним следовали». Поэтому не противоречьте ему. Если он сделал такбир, то и вы делайте такбир. А когда он сделает поясной поклон, то и вы вслед за ним делайте поясной поклон. А если он скажет, «Услышал Аллах того, кто его восхвалил, то скажите, Аллаху Ма, о наш Господь, тебе хвала». Если же он совершит земной поклон, то и вы совершите его. А если он совершит намаз, сидя, то и вы совершите намаз, сидя все вместе. Этот хадис приходит у Бухари и Муслима. Аль-Хадис ур-Раби Ас-Саба'ун, 74-й хадис. Приходит от Аиши, о том, что она сказала. «Однажды посланник Аллаха совершал намаз в своем доме. И он был из тех, которые болели. То есть болезнь. Он был больным. И из-за своей болезни он совершал намаз, сидя. А за ним люди совершали намаз, стоя». То есть он был имамом, совершал намаз, совершал намаз, сидя. А люди за ним совершали намаз, стоя. И тогда пророк, саллаллаху ас-Салам, сделал им указание. «Аниджлису, сядьте». То есть за мной сядьте. А когда закончил намаз, вышел из намаза, сказал. Имам сделан лишь для того, чтобы за ним следовали. Поэтому, когда он сделает поясной поклон, то и вы сделаете поясной поклон. Поэтому, когда он поднимет свою голову, то и вы поднимаетесь. «А если имам совершает намаз, сидя, то и вы совершаете все вместе намаз, за ним сидя». То есть даже если вы можете стоять, все равно совершайте намаз, сидя. Этот хадис приходит также у Бухари и мусульман. Ангарит. Какие непонятные слова и фразы есть в этом хадисе? «Аль-фа-ал-ва-ки'а фи-факаббару уа-фаркау». Что за буква «фа», которая приходит перед словами «факабберу» и «фаркау». То и вы делаете такбир, то и вы делаете поясной поклон. Что вот это за «то»? «фа». Говорит ли Тартиб, вот «такбир». Она пришла для указания порядка и «такбир». Для указания того, что одно следует за другим. «Вамана тартиб», что значит по порядку? «Анта-та-абадагу». То есть чтобы действие происходило после имама. «фа-ида каббара», «факабберу». Когда имам сделает такбир, то и вы делаете такбир. То есть пусть ваш такбир будет после такбира имама. Вот «такбир». А «такбир» на что указывает? «беантали ему башара». Чтобы это действие было не просто после имама, а сразу после имама. «фа-ида кабберу». Чтобы оно не было вместе с имамом, но и не было позже имама. Значит, видишь, вот эта буква «фа» в арабском языке несет за собой смысл «такбир». И «такбир». Из «такбиба» мы какую пользу берем? То, что действие происходит макмума после действия имама. А от «такбиба» мы какую пользу берем? Что вот это «после» не означает через полчаса или через час, а имеется в виду сразу после имама. Как только он совершит, так совершаем мы. Говорит «джуилля». Что значит «джуилля»? Сделан имам для того, чтобы, или поставлен имам для того, чтобы. «Минафаль аль-тахуиль». «Тахуз мафулейни». Говорит слово «джуилля» — одно из глаголов «тахуиля», то есть перемещение. Был таким, а потом сделан таким. Говорит, и оно берет за собой два мафуиля обычно. Два лица, на которые падает действие. «Ахадуума» — «наебу фаиль». Здесь в данном случае один из них «наебу фаиль», то есть заместитель фаиля. «джуилляль имаму». Смотри, «джуилляль имаму». Если бы ты сказал «джа'ляллаху л-имама». «Джа'ляллаху л-имама». Кто был бы в этом предложении фаилем? «Лавзу л-джаляля» — слово «Аллах». Было бы фаилем, действующее лицо. А имама было бы чем? «Мафруль л-бих». На него бы упало действие. Так вот, когда действующее лицо уходит, и слово делается вместо «джа'ля» — «джуилля», вот бывший «Мафруль л-бих» становится чем? Становится «наебу л-фаиль». И оно превращается во что? «джуилляк имаму». Вот этот имам — первый «Мафруль л-бих» у слова «джуилля». Так? «Васани махзу в тагдиру имаман». А второй «Мафруль л-бих» говорит здесь «удален». И его предположение какое? «Имаман». То есть «джуиллял имаму имаман». Имам сделан имамом для чего? Для того, чтобы. Понятный или нет? Имам сделан имамом для того, чтобы он делал так-то и так-то. Паид говорит «аджмарун». Что значит «аджмарун»? «Та'кид л-бамир аль-джяма». Это усиление. Местоимение множественного числа. То есть, видишь, говорит фасал «лю». И вы совершаете намаз. Вот это «вы» здесь, в данном случае, чем является «дамир»? Местоимение аль-джяма. Местоимение множественного числа. И чтобы его подтвердить, пришло слово «аджмарун». Не просто «вы совершаете так же», а «вы совершаете так же» все вместе. Указание на усиление смысла. И «шаккин». Что такое «шаккин»? «Исм-фаин»? Это «исм-фаин мин аш-шикайя». А слово «аш-шикайя», а «ш-шикайя» это «болезнь». То есть, пророк, салаллаху али-саляма, во время совершения его намаза был больным, поэтому не мог его совершать стоя, а совершал его сидя. Аль-ма'на-ли-джмали. Какой вообще смысл этого хадиса? «Ти-адыни л-хадисы не баян, цифра тихтида аль-ма'мум биль-имам». «Уа мутаба ати-илла». В этих двух хадисах приходит разъяснение, как ма'мум должен следовать за имамом. «Факат аршадам-набию, салаллаху али-салям, аль-ма'мумин ил-ал-хикма фи-джа'ли-ль-имам». Говорит, пророк, салаллаху али-саляму, указал ма'мумам, то есть тем, которые за имамом, на мудрость. Почему в намазе установлен имам? «Ва-и-ан-юхтада би ва-ютаба». А это, чтобы за ним следовали и повторяли за ним. «Фа-ля-юхтада фу-али». Поэтому не надлежит противоречить ему «ди-амалим мин амалис-салям» хоть в каком-либо действии из действий намаза. «Ва-ин-на-ма-тураа танаккулятугу бин-изам-одикка». «Ва-ин-на-ма-тураа танаккулятугу бин-изамин-одикка». Но, говорит, его перемещение, необходимо за ними следить, так и повторять за ним в определенном порядке и с точностью. «Фа-идакаббара лили-храм». Поэтому, если имам сделал такбир, такбирату лили-храм, то есть для вхождения в намаз, «Фа-кабберу антум казалика», то и вы тоже сделаете этот же самый такбир. «Ва-идарака афаркау ба'дагу». А если он сделал поясной поклон, то и вы после него сделаете его. «Ва-идараккаракум аналлах муджибун лиман хамидагу». А если имам упомянул вам и напомнил вам, что Всевышний Аллах Афану Атар отвечает тем, кто его восхваляет, бикавлии, сказав «сами Аллаху лиман хамидагу». Услышал Аллах того, кто его восхвалил, услышал здесь, имеется в виду, ответил. «Ответил Аллах тому, кто его восхвалил». То вы тогда после этого восхвалите Всевышним Аллаху, Всевышним Аллаху сказав «Раббана лакалхан, о наш Господь, ва лакалхан тебе хвала». Если же имам сделал поясной земной поклон, то вы следуйте за ним и тоже его сделайте. «Ва-идараккаракум аналлакиян». А если имам совершил намаз, сидя из-за своей неспособности стоять, то, притворяя в жизнь следование за имамом, то и вы совершаете намаз, сидя. Даже если вы способны стоять. Ведь упомянула Аиша в этом своем хадисе, то, что однажды пророк, салаллаху ласалам, жалуясь на болезнь, совершил намаз, сидя. И при этом сподвижники думали, что раз они способны стоять, то они должны стоять, даже несмотря на то, что имам сидит. Говорит, поэтому они совершали намаз за ним, стоя. И тогда пророк, салаллаху ласалам, сделал им указание, чтобы они сели. А когда он завершил совершение намаза, пророк, салаллаху ласалам, указал им, что не надлежит противоречить имаму. Но наоборот, нужно соответствовать его действиям. Почему? Для того, чтобы притворить жизнь, полноценное следование за ним. И это притворяется в данном случае в чем? В том, что мамум, даже если он способен стоять, все равно совершает намаз, сидя, следуя за своим имамом, который стоять не способен. Вот смысл этого хадиса ясен или нет? Иншаллах понятен. Ихталлафы ласалама. Теперь говорят, какие разногласия есть у ученых в этом вопросе. Ихталлафы ласалама фишхати имам аль муфтарит бель мутанатфит. Во-первых, ученые разошлись во мнениях относительно того, можно ли человеку, который совершает обязательно намаз, стоять за имамом, который совершает намаз добровольно. Как это понять? То есть, допустим, имам совершил намаз в какой-то мечети, будучи мамумом, за каким-то уважаемым человеком. Потом приехал в свою мечеть, в своей деревне, так или своего района, и люди его ждут, потому что он его, он имам этой мечети, чтобы он совершил с ними намаз. Может ли он совершить с ними намаз с намерением нафель намаза, а они за ним стоят, совершают обязательный намаз. То есть, ученые разошлись в этом вопросе. Почему разошлись в этом вопросе? Потому что говорят, в этом хадисе указание на то, что мумум должен следовать за имамом. А здесь не происходит следование за имамом. В чем не происходит следование? В намерении. Потому что у имама одно намерение, а у тебя другое намерение. Поэтому разошлись во мнениях. Такое действие разрешено или нет? Говорит, первое мнение в этом вопросе, которое придерживались маликиты, а также ханафиты, и это известное мнение из Мазхаба ханбалитов, то, что такой намаз является недействительным. Говорит, И в довод привели вот этот наш хадис, который в нашей главе. Имам сделан лишь для того, чтобы за ним следовали. Поэтому не противоречьте ему. А раз, говорит, мум совершает намаз с намерением обязательного намаза, а имам, наоборот, совершает намаз с намерением желательного намаза, то происходит разногласие между мумумом и имамом в намерении. Они сказали, то есть привернцы первого мнения, это одно из самых серьезных видов противоречия имаму. А также потому, что деяние зависит от намерения. Это первое мнение в вопросе. Второе мнение в вопросе, которое придерживалось имам Шафии, а также Алаузаи, а также Ат-Табари, то, что такой вид намаза разрешен или является действительным. И это второй риваят от имама Ахмада в этом вопросе. Ихтара Амин Асхаби из ханбалитов это его мнение выбрали Ибн Кудама, то есть Аль-Махдиси, а также Шейху Лислам Ибн Тайми, а также Ибн Кайм, мусто делли на бе-хадис Муаз Аль-Муттафа Али. И в довод привели хадис Муаза Ибн Джаббаля, который приводится в Бухарии Муслима. Кан июсалли ма'н-наби, салаллаху али-салям, о том, что Муаз Ибн Джаббал совершал намаз алейша с пророком, салаллаху али-салям, сумма ярджиу, а потом возвращался в свою мечеть, саюсалли бе-хавми и тилька сала, и совершал со своими людьми, со своим народом этот же самый намаз. То есть он совершал этот намаз с намерением желательного намаза, а за ним люди стояли и совершали намаз обязательный, то есть намаз аль-иша. Этот хадис от Муаза Ибн Джаббаля приходит у Бухарии Муслима, как мы указали выше. А также приверенности второго мнения привели историю о том, что пророк, салаллаху али-салям, однажды с группой своих сподвижников совершил намаз страха в два ракаата. Сумма саллама о том, что пророк, салаллаху али-салям, однажды совершил с группой своих сподвижников намаз страха в два ракаата. Сумма саллама потом дал салям, сумма саллама бе-таефа тал-ухра ракаата. А потом с другой группой сподвижников опять совершил два ракаата. Сумма саляма, а потом опять дал салям. Рава у Абу-Дауд. Этот хадис приводится у Абу-Дауда, а также у Ан-Насаи. Что мы отсюда поняли? Что пророк, салаллаху алисаляму, один раз прочитал намаз с первой половины сподвижников, с намерением обязательного намаза. А со второй частью сподвижников совершил намаз уже с намерением добровольного намаза. Вместе с тем, что сподвижники совершали за ним намаз с намерением обязательного намаза. Вон набию, салаллаху алисаляму, Видишь, пророк, салаллаху алисаляма, говорит, во втором намазе был из тех, которые совершали намаз с добровольным намерением. И смысл слова пророка, салаллаху алисаляма, не противоречит же имаму, айфиаф алисаллах, то есть во внешних действиях намаза. Не имеется в виду в намерении имама. И в действительности правильное мнение в этом вопросе какое-то, что это позволяется из-за хадиса Муаза ибн Джаббал. Муаза ибн Джаббал так делал и не порицал его за это пророк, салаллаху алисаляма, поэтому это является действительным и разрешенным. И приверженцы второго мнения, те, которые говорят, что такой намаз действительный, заставляют или утверждают, или говорят тем, которые считают такой намаз недействительным, говорят им. Ведь вы же сами считаете действительным намаз того, кто совершает его с намерением добровольного намаза за имамом, который совершает его с намерением обязательного намаза. При том, что опять происходит противоречие в намерении, то же самое, как вы запрещаете, при этом вы противоречите самим себе в этом вопросе. Значит, смотри, что произошло. Те, которые говорят, что такой намаз является действительным, что предъявили тем, которые считают, что такой намаз является недействительным, кто скажет? Смотри, приверенцы первого мнения, которые сказали, что если человек совершает намаз за имамом с намерением обязательного намаза, в то время как имам совершает намаз с намерением желательного намаза, сказали, такой намаз недействительный. Вместе с тем, они же сами говорят, что если происходит наоборот, то есть мум, тот, который за имамом совершает намаз с намерением добровольного намаза, а имам совершает намаз с намерением обязательного намаза, сказали, такой намаз действительно. Привернцы второго мнения сказали, как вы так, разделяете между этими двумя, чем сурами, так между двумя явлениями. Хотя они одинаковые, то есть какая разница, что такое явление, что другое явление. В любом случае, в обоих случаях происходит разногласие, мума с имамом происходит разное намерение у того, кто сзади и у того, кто впереди. Правильно или нет? А раз вы соглашаетесь с тем, что намаз того, кто совершает его с намерением добровольного намаза, за имамом, который совершает его с намерением обязательного намаза, то вы должны согласиться и с противоположным образом, с противоположным явлением, что намаз того, кто совершает его с намерением обязательного намаза, действительно за имамом, который совершает намаз с намерением добровольного намаза. Понятно или нет? То есть какое предъявление сделали привернцам второго мнения, привернцам первого мнения? Это, иншаллах, ясно и понятно. Далее говорит, Второй вопрос, в котором разногласили ученые, относительно намаза тех, которые стоят за имамом, которые совершают намаз сидя за имамом, сидящим, вместе с тем, что они могут стоять. То есть в этом вопросе произошло разногласие. Что за вопрос? Значит, смотри, имам у нас стоять не может. Что он делает? Совершает намаз сидя. Произошло разногласие, что делать тем, которые стоят за имамом. Совершать ли его, стоя за ним, несмотря на то, что он сидит. Почему стоя? Потому что они могут стоять. Или же они должны совершать за ним намаз так же сидя, как и он. Почему? Потому что хоть они и могут стоять, но должны следовать за имамом. Вот в этом вопросе произошло разногласие у обладателей знания. Говорит, первое мнение в этом вопросе, которое придерживались, Загирита, а также аля узая, а также исхак. Иля анна маумина и усалю на халфа лимам аль аджиз анин киям дюлюсан. То, что те, которые стоят за имамом, который не может стоять, А, соответственно, совершают намаз сидя, Что они тоже должны совершать намаз за ним сидя. Даже если они могут стоять. И в довод привели два наших хадиса, наши главы. То есть 73-й и 74-й. Говорят, А также другие хадисы в этом смысле. Значит, первое мнение. Вопрос какое? То, что если имам не может стоять и совершать намаз сидя, То те, которые за ним как должны намаз совершать, стоят ли сидя? Первое мнение в вопросе сидя. Сидя. Первое мнение то, что в этом случае маумы должны совершать намаз за имамом сидя. Говорит, этого мнения придерживали Захирита, Аляхузаи, а также Исхад. И на самом деле, еще многие из ученых этого мнения придерживались, Такие как Ибн-Аль-Мунзир, Ибн-Ахузаи, мои другие. То есть. И второе мнение в этом вопросе, которое придерживались Абу-Ханифа, а также Аш-Шафии, А также другие. То, что тот, который способен стоять, не имеет права совершать намаз сидя, за сидящим имамом. Но должен совершать за ним намаз, стоя. Понятно или нет? Это мнение второе в этом вопросе. И к слову этого мнения также придерживался имам Аль-Бухари. И какой довод они привели за свое мнение? Довод тот, что пророк, саллаллаху аль-Мунзир, при своей смертельной болезни совершал намаз сидя, со сподвижниками. Вместе с тем, что Абу-Бакар, а также люди за ним совершали этот намаз стоя. Тайбет-Хадис приходит у Бухари и муслима. То есть какая история произошла? То, что пророк, саллаллаху аль-Мунзир, заболел, падал в обморок и не мог выйти к людям для совершения намаза с ними. И вместо него намаз начал совершать Абу-Бакар по приказу пророка, саллаллаху аль-Мунзир. И посередине намаза пророку, саллаллаху аль-Мунзир стало лучше. И он вышел к людям и сел рядом с Абу-Бакаром, слева от него. Сел слева от него. Так что Абу-Бакар оказался кем? Следующим за имамом. И пророк, саллаллаху аль-Мунзир, проводил намаз сидя, Абу-Бакар за ним повторял, но уже стоя. И люди за ним повторяли. То есть повторяли за кем? Не за пророком, саллаллаху аль-Мунзир, а за Абу-Бакаром. То есть совершали намаз стоя так же, как он. Сказали, значит, что произошло? Значит, тот, который способен стоять, должен совершать намаз стоя за сидящим имамом, который стоять не способен. Это второе мнение в вопросе. Сказали, вот этот вот хадис, вот эта вот история отменяет вот эти прошлые хадисы. Хадис Аиши и хадис кого? Абу-Гурера, который у нас в главе. Почему? Потому что, говорит, эта история произошла в конце жизни пророка, саллаллаху аль-Мунзир. А эти его слова произошли в начале его жизни или в середине его призыва. Таир. Говорит. Говорит шейх Абдулла Аль-Басам, сразу скажем, что шейх Абдулла Аль-Басам придерживается первого мнения. Придерживается первого мнения. Так. И мы также придерживаемся первого мнения, что человек за имамом должен совершать намаз сидя. Говорит шейх Абдулла Аль-Басам. И приверженцы второго мнения, то есть те, которые говорят, что человек должен совершать за имамом намаз стоя, если он может стоять за сидящим имамом. Как они ответили на эти два хадиса, которые у нас приходят в главе? Говорит, ответили на них слабыми ответами. И лучше из этих ответов два ответа. Первый ответ. То, что два хадиса главы, а также те хадисы, которые подобны этим хадисам, сказали, эти два хадиса являются отмененными. Понятно или нет? Как мы указали на это выше? И что эти два хадиса отменяют? Вот эта вот история, когда пророк, салалу аулаху ассаламу, при своей предсмертной болезни совершал намаз с людьми сидя, а они за ним стояли. И он не приказал им сесть. Говорит, уаза ль-джаваб ль-имама шафии уагайрии. Таким ответом ответил имам ашафии. Но имам Ахмад отверг это и сказал, что неправильно говорит, что эти два хадиса аннулированы. Почему? Потому что основа, что нельзя говорить, что какой-то хадис или аят аннулирован. И насколько возможно объединить эти два хадиса, если их возможно объединить, то нельзя говорить, что один хадис аннулирован. Потому что в объединении происходит что? Задействование обоих хадисов. А если мы скажем, что одни хадисы аннулированы, получается, что мы некоторые из хадисов сунна откидываем. Вместе с тем, что можем собрать между двумя внешнепротиворечивыми хадисами. Понятно или нет? Фаид. Аль-Дивалах сани мин аджуиба аль-мухалифин али-хадисы аль-баб. Второй ответ. Как они ответили на эти два хадиса? Да-уа-ат-таксис бин-наби, салаллаху али-саляма, би-анья умма джалисан. Сказали, что право совершать с людьми намаз сидя касается только пророка, салаллаху али-саляма, и не касается других людей. Ва-ляй ассиху ли ахадин ба-дагу. И такое делать нельзя никому, кто пришел после него. То есть, что сказали? Это ответ имама Марика, заранее скажем. Какой ответ, в чем он заключается? Говорят, разрешение совершать намаз с людьми, сидя имаму, касалось только пророка, салаллаху али-саляма. Что касается всех тех, которые придут после пророка, им нельзя совершать намаз, сидя с людьми. Но они должны убрать этого имама и поставить вместо него того человека, который может стоять, чтобы все за ним совершали намаз стоя. Вот это ясно или нет? Сказали, если среди людей есть те, которые могут стоять, то нужно пока отодвинуть этого имама. Пусть он совершает намаз в ряду с людьми, сидя, а встает на намаз имамом тот, который может стоять. Ясно или нет? А как же тогда с этим хадисом, что пророк, салаллаху али-саляма, совершал намаз, сидя, они сказали, это касается только пророка, салаллаху али-саляма. Другим людям это не разрешено. Говорит, это ответ имама Малика и также целой группы из его последователей, то есть молититов. И в довод они привели хадис о шаабе от Джабера, о том, что пророк, салаллаху али-саляма, сказал, Пусть ни один из вас после меня не совершает намаз имамом, сидя. Такой пришел хадис. Этот хадис приходит у Ад-Даракутни, а также у Аль-Бехаки ксунан. И можем указать на то, что этот хадис является очень слабым. Более того, выдуманным в его иснаде Джабер-Аль-Джурафи, который является кандзабом, который является лжецом. Это можете у себя отписать, полезный момент, которого нет у нас в книге. Говорит, и ответ на этот хадис, который приходит у Ад-Даракутни, а также у Аль-Бехаки, то, что этот хадис является слабым, не является достоверным. Сказал Ибн-Дат-Кик Аль-Ид, Говорит, основа, то, что пророк, салаллаху али-саляма, не выделяется чем-то от остальных людей, кроме как если на это указывает довод. А довод на это есть или нет? Довод на это в данном случае какой? Слабый, недостоверный. Поэтому говорить, что это разрешение касалось только пророка, салаллаху али-саляма, является неправильным. Говорит, Говорит, и вместе с этим, этот слабый хадис, который они приводят в довод, говорит, он противоречит другому хадису, который является более достоверным, чем этот. Говорит, а это хадис, который приходит у Абу-Дауда, то, что Усейт ибн-Худайр вел намаз со своими людьми, И то, что пророк, салаллаху али-саляма, пришел его навести. И тогда сказали его посланник Аллах, наш имам болен, то есть не может совершать намаз стоя. И тогда пророк, салаллаху али-саляма, сказал, Если он совершает намаз с вами сидя, то и вы совершаете намаз с ним сидя. То есть пророк, салаллаху али-саляма, разрешил Усейт ибн-Худайру совершать намаз, будучи имамом сидя или нет, разрешил. Это указывает на то, что, говорит, что это конкретизируется только на разрешении пророку, салаллаху али-саляма, является неправильным. Вот это ясно или нет? Вопрос понятен или нет? То есть, можно ли сказать то, что разрешение совершать намаз с людьми сидя и имаму касается только пророка, салаллаху али-саляма, или так сказать нельзя? Так сказать нельзя. И это также усиляется чем? То, что сподвижники после смерти пророка, когда разъехались по разным странам, известно от некоторых из них, что они тоже совершали намаз сия с людьми, в некоторых случаях из-за болезни. Это подтверждает то, что данное разрешение касалось не только пророка. И имам Ахмад придерживается мнения срединного между этих двух мнений. Говорит, А это его срединное мнение, то есть имам Ахмада состоит в чем? В том, что если имам начал намаз с людьми стоя, а затем заболел посередине намаза, то есть постигл его болезнь, то они должны, то есть люди должны стоять за этим имамом и совершать намаз стоя в обязательном порядке. Следуя за хадисом пророка, о том, что Абу Бакр и люди совершали намаз за пророком стоя, несмотря на то, что посланник Аллаха совершал намаз сидя. То есть та история, когда пророк, саламу, заболел своей предсмертной болезнью. А если имам начал намаз с людьми сидя, то им необходимо совершать намаз за имамом сидя, желательным образом. То есть это желательно, но не обязательно. Действуя на основании двух хадисов главы, то есть 73-74 хадиса, и это мнение имама Ахмада является хорошим. То есть то, как он собрал между двумя мнениями. Таталяка фи аля хадисов сахиха аль-мутаарила. Встречаются в этом месте должным образом все достоверные хадисы, которые внешне противоречат друг другу. Значит, сколько получилось мнений в этом вопросе? Мнений в этом вопросе получилось три. Первое мнение, если имам совершает намаз с людьми сидя, то все за ним должны совершать намаз сидя. Если имам совершает намаз сидя, то все за ним должны совершать намаз стоя, если они могут стоять. И третье мнение. Если имам с самого начала начал совершение намаза сидя, то за ним люди должны совершать намаз сидя. Это для них желательно, но не обязательно. Но если он начал совершать намаз людьми стоя, и посередине намаза что-то произошло, и ему пришлось сесть, тогда люди, которые за ним, продолжают совершать намаз стоя и не садятся за ним. Какой на это довод? Хадис Абу-Бакр. О том, что Абу-Бакр, раздай Аллаху, совершал намаз людьми стоя, потом пришел пророк, и его посадили рядом с Абу-Бакром слева. Получается, что пророк совершал этот намаз в качестве имама, а Абу-Бакр в качестве стал кого? Мума, того, который за имамом, так или нет. Но вместе с этим Абу-Бакр не сел, и люди за Абу-Бакром также не сели. Исходя из этого, получается, что если имам начал намаз стоя, как Абу-Бакр это сделал, а затем имам продолжил намаз сидя, как это сделал пророк, то люди за ним совершают намаз стоя. Вот эти вот три мнения в этом вопросе. Говорит, И нет никакого сомнения, то, что собрать между контекстами, если это возможно, более предпочтительно, нежели сказать, что один из хадисов аннулирован, или искажать один из контекстов. И Хафиз Ибн Хаджир назвал это мнение Ахмада Ибн Ханбаля сильным. Назвал его сильным. И действительно, мнение имама Ахмада выглядит сильным в этом вопросе. То, что здесь есть афсиль, как, в зависимости от того, как начал имам этот намаз, и как он его продолжил. И следующее за этим мнение, то есть по силе, то, что совершать намаз за сидящим имамом, желательно сидя, исходя из хадисов, которые пришли у нас под номером 73-74. Почему? Потому что пророк, салаллаху ассаляму, указал на причину этого. Сказал, вы чуть было не совершили то, что совершают персы перед своими правителями. Правители сидят, а они стоят. То есть указал на то, что если люди совершают намаз стоя за имамом, то это входит в уподобление неверующим. А как известно, уподобление неверующим, его постановление остается сильным до самого судного дня и не может быть аннулировано. Так или нет? Поэтому говорить то, что аннулирование сидения за сидящим имамом, оно действительно, это неправильно. То есть этот хадис не может быть аннулирован по более правильному мнению. Поэтому правильное мнение в этом вопросе то, что за сидящим имамом лучше сидеть. Это желательно, но не является обязательным из-за хадиса Абу-Вакра. Какие постановления берутся из этих двух хадисов? Уджубу мутаба'аталь ма'мум лил имамик саллау а тахрим аль мусаба'ка. В этих хадисах указание на обязательность ма'муму следовать за имамом и не опережать его. То, что опережать имама является запретным. Второе, тахрим мухалапа ти вабутлани салла тебега. То, что запрещено противоречить имаму, и если кто-то противоречит имаму, то его намаз становится недействительным. То есть, имеется в виду, если он опережает его или сильно отстает от него. Третий полезный момент. Имнналь-авдал фил мутаба'а антакаа аммалюль ма'мум ба'да амалюль имаму башара. То, что лучше во время следования за имамом, то, чтобы деяния ма'мума, то есть того, кто за имамом, совершались сразу после деяний имама. Халек-фукага сказали ученые по фитху. И единство с имамом в деяниях является нежелательным. То есть, если человек совершает деяния прямо вместе с имамом, то есть имам совершает поклон земной, и человек тоже вместе, прямо с ним, одновременно совершает земной поклон, то это является нежелательным. Но не делает намаз недействительным. Кроме чего? Кроме такбират уль-Харам. Если человек сделал такбират уль-Харам вместе с имамом, а не за ним, то его намаз недействительный. Ему необходимо сделать такбират уль-Харам заново. Это у нас придет далее по книге. Говорит, инна ль-имама ида салла джалисан ля'аджди анил-хиям. Четвертый момент, то, что если имам совершает намаз сидя из-за того, что не способен стоять, салла халфау аль-ма'мумуна джулусан, то те, которые за ним, тоже должны совершать намаз сидя. Даже если они могут стоять. Притворяя в жизнь следование за имамом и подражание ему. Пятый полезный момент. То, что тот, который за имамом говорит, вот эту фразу, тогда, когда имам говорит, то есть тот, который за имамом, уже не говорит, но ждет, когда имам скажет, и после него говорит ибн Абдул-бар, сказал ибн Абдул-бар, я не знаю никакого разногласия в том, что если человек совершает намаз в одиночестве, то есть без имама, то он говорит ибн Абдул-бар, и говорит ибн Абдул-бар, то есть произносит обе фразы. А что касается имама, то он тоже говорит две фразы, он должен собрать между обоими этими фразами. Потому что пришло у имама Абдул-бар, то, что пророк, салалалалу алисалям, сыграл между обоими этими фразами. Значит, получилось сколько ситуаций? Три ситуации. Если человек имам, в намазе, то он говорит обе фразы, самиллау ли Манхаммеда, раббаналекальхамм. Если человек совершает намаз в одиночестве, без имама, и он не за имамом и не имам, тогда он тоже произносит эти же две фразы, самиллау ли Манхаммеда, раббаналекальхамм. Если же человек стоит за имамом, то он произносит только одну фразу «Раббана лакальхам». Вот это ясно или нет? Это, иншалла, понятно. Далее. Говорит шестой полезный момент. То, что какая мудрость от того, что в намазе установлен имам, мудрость от этого приучения людей к следованию за правителем, или к следованию людей за главным, и подражание ему. В этом хадисе также указание на разрешенность делать указания в намазе, если в этом есть нужда. Откуда это берется? То, что пророк, когда увидел, что люди совершают за ним намаз, то и несмотря на то, что он сидит, он указал им рукой, то есть сядьте. Из этого берется, что если есть нужда в каком-то движении в намазе, или в каком-то указании в намазе, то это позволительно сделать. То есть, и пример этому на практике какой? То, что если, например, ты видишь, как твой ребенок берет какую-то вещь, которую нельзя ему брать, или засовывает пальцы, например, в розетку. Что ты должен сделать? Можешь ли ты сделать ему указание, от которого он поймет, чтобы он так не делал? Можешь или нет? Кто скажет? Можешь. Можешь указать ему, чтобы он отошел, или чтобы он не брал, и тому подобное. Но при этом разговаривать ты не должен. Это ясно или нет? Если только ситуация не чрезвычайная, если чрезвычайно и грозит жизни, или конечностям ребенка, тогда можно высказать ему это словом, если он не понимает движение. Но потом нужно начать намаз заново. Это, иншалла, понятно. Далее. Восьмой полезный момент. В этом хадисе довод на чрезвычайную необходимость следовать за имамом. И то, что следование за имамом является настолько важным, что даже для этого жертвуются другими делами намаза. Говорит, потому что пророк даже разрешил и, более того, приказал людям сесть в намазе, несмотря на то, что они могут стоять. То есть удалил из намаза необходимое стояние. Для чего? Пожертвовал стоянием для того, чтобы люди следовали за имамом. Говорит, вместе с тем, что необходимое стояние для того, кто способен на то, чтобы стоять в намазе, является одним из толпов намаза. И тот, который может стоять и при этом прочитает намаз, сидя, намеренно или нечаянно, то его намаз является недействительным. Кроме как в этом случае следует за имамом. И все это для того, чтобы человек наиболее полноценно и совершенно следовал за имамом. Девятый полезный момент. Говорит, и из этого же хадиса берется обязательность подчиняться управляющим, подчиняться правителям и подчиняться системе. И запрет противоречить и ломать палку мусульман. То есть выходить из подчинения правителю. Говорит, все эти шариатские божественные постановления пришли к нам не иначе, как для того, чтобы приучить нас слушаться и подчиняться правителю. И должным образом следовать за имамами прямого пути и обедняться вокруг них. Говорит, и как же велик этот ислам и как прекрасны его шариатские постановления. И как? Велики его цели. Пусть Всевышний Аллах направит мусульман к тому, чтобы они различили свою религию. И чтобы следовали за ней, и чтобы объединилось их единство, и чтобы их ряды стали едиными, и чтобы их слово возвысилось. И нет никакого добра, кроме как в единстве и во взаимопонимании. И нет никакого зла, кроме как в разделении и в споре и в разногласии. И воспаривание религиозных постановлений посредством ложного. И подчиняйтесь Аллаху и его посланнику, и не спорьте. Иначе вы провалитесь. То есть имеется ввиду, не достигните успеха, обанкротитесь. И уйдет ваша сила. И здесь, после этого хадиса, необходимо также упомянуть на один момент. А это то, что подчинение имаму, и следование за ним в намазе, касается только внешних деяний намаза, такие, которые перечислены в этом хадисе. Такие, как земной поклон, поясной поклон, такбир, поднятие земных поясных поклонов, произнесение фразы Раббанада кальхамб, после фразы Сами Аллаху лиман Хаммеда и тому подобное. Что касается деяний более незначительных, нежели это, как поднимание пальца во время Ташагуда, как поднимание рук, если имам руки не поднимает, то есть, например, после поясного поклона или до поясного поклона и тому подобное, или произношение фразы Амин, если имам эту фразу не произносит, то все это не является противоречием имаму. Подчиняйтесь имаму и не противоречьте ему, то есть, во внешних деяниях намаза. Так, чтобы когда люди смотрят со стороны, они видели то, что люди, подчиняясь этому имаму, совершают те действия, которые он совершает за ним. Если он уходит в поясной поклон, то и люди уходят в поясной поклон. То есть, смотри, когда люди, например, совершают сунну, не совершают обязательный намаз. Что ты видишь в мечети? Ты видишь, что каждый совершает деяние по-своему, так или нет? Один в поясном поклоне, другой уже в земном, третий еще стоит, четвертый уже перешел во второй, ракад и тому подобное. То есть, подчиняйтесь имаму в обязательном намазе, чтобы вот такого вот не произошло. Чтобы ваш обязательный намаз не был, как будто бы вы совершаете сунну, но чтобы он шел по одному пути, по одной системе. Когда имам совершает действие, и вы совершаете его за ним. А что касается вот этих вот незначительных действий, как поднимание пальца, поднимание рук, произношение слова «амин», то если имам всего этого не делает, упуская в этом сунну, то ему в этом не нужно подчиняться, и нужно это дело делать. Понятно или нет? Потому что это не нарушает общую картину единства в намазе. Тем более, чаще всего бывает так, что когда человек совершает намаз, например, во втором, или в пятом, или в третьем ряду, он вообще не видит, делает ли имам эти действия, поднимает ли он руки, поднимает ли он пальцы, говорит ли он «амин» и тому подобное, всего этого человек не знает. Соответственно, он должен выполнять сунну пророка, саллаллаху алейху саллям. Вот это вот ясно или нет? Это, иншаллах, понятно. Спасибо. Продолжение следует...